Такой день на канале Мир Белогорья. Начнем с новости, которая беспокоит тех, кто собрался брать ипотеку. В минувшую пятницу Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25% до 7,5%. Это первое повышение ставки с декабря 2014 года. Несмотря на то, что рост незначительный, это может означать смену тренда. Ключевая ставка напрямую влияет на проценты по кредитам и депозитам. При повышении ключевой ставки ипотека и кредиты дорожают, а ставка по вкладам растет. Однако, по данным Центробанка, повышение ставок по ипотечным кредитам не ожидается. Они, наоборот, будут снижаться до 7-8% годовых. Мы считаем, что снижение ставок по ипотечным кредитам способствует денежно-кредитная политика, направленная на таргетирование инфляции. Не только на то, чтобы инфляция была низкая в моменте, но и на то, чтобы участники рынка доверяли, что инфляция останется под контролем и будет низкая на период, когда действуют ипотечные кредиты. Политика инфляционного таргетирования, поддержка стабильной низкой инфляции как раз стимулирует такого рода кредиты. Поэтому мы здесь видим перспективы дальнейшего роста по мере того, как инфляция вернется к нашему таргету. Мы оцениваем, что ставки по ипотечным кредитам в среднесрочной перспективе могут быть на уровне 7-8%. Марин, а как будет складываться ситуация с ипотекой в Белгородской области? Ведь, насколько я помню, у нас был неплохой рост. Да, по последним данным, число договоров ипотеки в области выросло на 40%, почти с 4 тысяч до 6 тысяч 300. А среднеизвешенная ставка по ипотеке составила 9,53%. Объем ипотечного кредитования растет достаточно быстро, но при этом качество ипотечных кредитов очень высокое. Если брать Белгородскую область, то доля просроченной задолженности уже длительное время не превышает 1%. Тем не менее, Банк России вводит примитивные меры для удержания качества ипотечных кредитов, в том числе увеличивая коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом, ниже 20%. Для того, чтобы банки были больше стимулированы выдавать более качественную ипотеку. Марин, то есть те, кто собрались покупать квартиру, могут не беспокоиться, что ипотека подорожает? Ну, по крайней мере, Банк России обещает сдерживать рост стоимости ипотеки. А к другим новостям. Белгородские предприниматели зарегистрировали 7800 онлайн-касс. Это результат второго этапа реформы кассовых аппаратов. На новый порядок дополнительно перешли около 4000 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые раньше работали на едином налоге на вмененный доход и патентах. В основном это предприятия сферы торговли, услуг и общественного питания. Марин, а напомни, пожалуйста, в чем преимущество этих онлайн-касс? Ну, покупатель теперь может получить не только бумажный чек, но и электронный, например, на свою почту, либо увидеть его в приложении. Это удобнее, например, при возврате. Такой чек не потеряешь. А предприниматели с помощью онлайн-касс могут отслеживать динамику продаж, анализировать спрос и на основе этих данных выстраивать политику лояльности. Однако в первую очередь реформу проводили для повышения прозрачности бизнеса. Марин, но я слышал очень много жалоб от предпринимателей на эту систему, в частности на дороговизну самих аппаратов. Да, на самом деле цена не маленькая. В среднем один аппарат стоит около 35 тысяч рублей. Но некоторые категории предпринимателей могут получить налоговый вычет. Общая сумма вычета по региону уже достигла 27 миллионов рублей. Так кому же не нужно устанавливать онлайн-кассы? Тем, кто работает по патенту? Им тоже нужно будет установить онлайн-кассы. Правда, к 1 июля 2019 года. От установки освобождаются только няни, сиделки, народные мастера и некоторые другие работники узкого профиля. А теперь перейдем от продавцов к покупателям. Только 12% россиян покупают товар сразу, а большая часть сначала сравнивает цены в разных магазинах. Таковы результаты исследования Mail.ru Research и сервиса объявлений Юла. 5% опрошенных обращает внимание на скидки и в онлайн, и в офлайн магазинах. Причем такая бережливость в равной мере свойственна как женщинам, так и мужчинам. Наиболее дотошны в выборе самой низкой цены – люди в возрасте от 25 до 44 лет. 91% респондентов в этой категории обязательно перед покупкой сравнивают цены на нескольких онлайн-площадках, отмечается в исследовании. Если говорить только об интернет-шоппинге, страницы с дисконтом получают на четверть больше просмотров. Но от себя хочу добавить, что не всегда перечеркнутая цена означает выгоду. Всем известно, что магазины специально вначале ставят высокую цену, чтобы потом дать скидку. А еще хорошо работает эффект магической девятки, когда продукт с ценой 99 рублей кажется более выгодной покупкой, чем аналогичный за 100. Ну, Марин, так-то так. Но мне кажется, когда доходит дело до покупок, и там уже неважно в магазине или в интернете, это все благополучно забывается. К сожалению, так и избежать такого поможет только грамотное планирование, составление списка с указанием четких марок и брендов. И суммы, за которые нельзя выходить. Тогда даже самый грамотный маркетолог не сможет вами манипулировать. На этом у меня все на сегодня. Смотрите новости экономики и планируйте траты с умом. Марин, спасибо. А я напомню, что следующий выпуск новостей экономики в пятницу, 21 сентября. Не пропустите. Мы продолжаем такой день. 16 сентября Старооскольский театр для детей и молодежи в 24-й раз открыл свои двери для любителей этого вида искусства. Планы на сезоны и впечатления гостей от первого спектакля узнала Анастасия Иконникова. Открытие сезона в Старооскольском театре начинается с долгожданного нововведения. Теперь билет на нужный спектакль можно приобрести в любом удобном для вас месте. Я, например, делаю это не отходя от рабочего компьютера. Все очень просто. Заходим на официальный сайт. Купить билеты онлайн. Выбираем понравившийся спектакль, нужные места, вводим код и способ оплаты. После его необходимо либо распечатать, либо сохранить на телефоне. Также вы можете прийти в фойе театра в любой день и обменять электронный билет на бумажный. Здравствуйте. А у меня билет на телефоне. Здравствуйте. А приятного просмотра? Спасибо. Сезон открылся спектаклем «Царь Федор Иоаннович». Встань! Встань, князь Иван Петрович, встань! Тебе так быть не годит. Рассказ о жизни царя Федора, сына Ивана Грозного, последнего правителя рода Рюриковичей. В истории о нем вспоминают как о блаженном, царь-ребенок. В постановке Староскольского театра главный герой – человек неоднозначный, будто родившийся не в то время и не в том месте, не желавший своей участи управлять государством, но с внутренней борьбой, несущей это бремя. Что, разве не шутил? Порчу! И что, не год был грозным государем! Желающий лишь добра, он пытается примирить давних врагов, фактически правящего Бориса Годунова и князя Шуйского. Но события принимают трагический оборот, и царь становится виновником гибели своего брата, царевича Дмитрия и князя. Ждали начала сезона, историческое такое событие, спектакль очень интересный, артисты очень интересно играют, смотришь на одном дыхании. Каждый раз удивляешься тому, насколько новые идеи, и, конечно, в обновленном здании театра, насколько технические возможности также усовершенствовали еще и режиссерский замысел. Самый лучший показатель по театру – это отсутствие билетов. Пусть так все и будет продолжаться. 24-й театральный сезон обещает быть богатым на премьеры. 29 сентября в Синем зале маленьких гостей ждут на спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. В ноябре зритель сможет увидеть триумфальную арку по произведению «Ремарка», а в декабре – вас сужили снова по пьесе Максима Горького. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко – «Такой день на мире Белогорье». В Шараповке Новооскольского района прошел второй брендовый праздник «Рыбное раздолье». Среди гостей была и наша съемочная группа. Ирина Голотовская узнала, какую рыбу больше всего любят местные жители и почему шараповская уха такая наваристая. Участники фольклорного коллектива «Полесье» из села Верхососно Красногвардейского района, узнав о празднике «Рыбное раздолье», решили, что непременно должны здесь побывать. Ведь какой же казак не любит рыбу? Карп, он особенно жареный, это объедение, лизопеченый, фольге, вообще с добавками, с разными приправами, вообще красота. Поводом для проведения брендового праздника стал известный на всю округу Шараповский рыбопитомник. Он почти 20 лет является основным предприятием села. Местным жителям там и работа находится, и возможность рыбы наловить. Пока артисты пели и плясали, а зрители им аплодировали, местные хозяюшки и уху на всех приготовили. Есть особый рецепт у нас шараповской ухи. Мы отдельно варим здесь большие луковицы, а потом эти луковицы отсюда вытаскиваем, и поэтому навар становится намного вкуснее. Впрочем, не рыба, единый жив человек. Потому были на праздники и выставки цветов, и овощные инсталляции, и игры для всего честного народа. Так что на звуки праздника даже золотая рыбка сама на берег выбралась. Золотая рыбка сегодня исполняет все желания. Абсолютно все. И у детей, и у взрослых. Ну а кто не успел загадать желания, добро пожаловать на рыбное раздолье ровно через год. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Программа «Такой день» на Мире Белогурья. Сто лет. Вековой юбилей отметила жительница села Верхососно Красногвардейского района Елизавета Александровна Мальцева. День рождения праздновали чуть ли не всем селом, причем половина его родственники. Поздравить юбиляршу отправились и наши корреспонденты. Я сама возьму. Она сама возьмет. Ничего этого вы хотите. Разница в возрасте у них 100 лет. Праправнук Стефан самый младший гость на празднике. А всего у Елизаветы Александровны двое детей, восемь внуков, девять правнуков и шесть праправнуков. Большую часть жизни она прожила в Верхососне. Работала на ферме, в труде и видит секрет долголетия. Работать надо, трудиться и все будет в порядке. Только водку не пить. Вам желаю жить столько, сколько я живу. Столько вам я отмечаю. Столько, чтобы жили вы. Все вот эти... Кто пришел сегодня к тебе. А знакомые считают, что секрет долголетия в доброте этой бабушки. В том, что живет без зависти. А как бы ни было тяжело, всегда с песней и танцем. Она работала телятницей на ферме. У них был очень большой коллектив. Они выступали, приходили в Доме культуры. Перед полонзал был. Если она заходила в Дом культуры, кажется, как солнышко светило. Вот такая она жизнерадостная. Большая часть семьи живет рядом в этом селе. Потому внуки и правнуки все выросли на руках Елизаветы Александровны. Все передала. Носки вязать. Короче, я с нее скопировала все. Ну и так долголетие, я думаю, тоже, Бат, ты мне передашь. Да. Бабушкин юбилей решили отметить с размахом. В сельском кафе готовились тщательно. На сотый день рождения не менее ста гостей. И Елизавета Александровна, как и обещала, родным накануне даже станцевала. Баляй, бляй, 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 бляй. Татьяна Кулькова, Александр Квитко. Такой день на мире Белогория. В Чернянке прошла шестая областная спартакиада трудовых коллективов. Она собрала более 500 участников, которые объединились в команды и представляли различные отрасли экономики и бюджетной сферы области. Подробности в следующем сюжете. Мы приезжаем в следующую команду. Это трудовые коллективы в государственных учреждениях. Химическое отрасль предприятия, связи, агропромышленный комплекс и сфера жизнеобеспечения. Всего 13 команд собрались на стадионе поселка Чернянка, чтобы сразиться в девяти видах спорта и сдать нормативы ГТО. Я думаю, сейчас спорт, он просто в моде, честно говоря. И с каждым годом мы видим, что участники становятся сильнее, выносливее. Благодаря тому, что в районах есть физкультурные и оздоровительные комплексы, удается работать, тренироваться и заниматься спортом. На спорт! Наши военные в поддержке! Юлия Коршукова работает на пульте Стареплавильного цеха. Спортом занимается с детства. Уже несколько лет подряд она показывает лучший результат в легкоатлетическом забее. Поскольку за свое предприятие выступаю, соответственно, есть стимул как-то себя держать в форме. Ну и чтобы в грязь лицом, так сказать, на таких соревнованиях не упасть. Поэтому тренируюсь, готовлюсь. Свои рекорды показали участники спартакиады и в других видах спорта. Командное первенство определялось в двух группах. В первом лидером стали представители горно-металлургической отрасли. А во второй группе золото у команды организации жизнеобеспечения. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Программа «Такой день» на мире Белогорье. А вот в Карачанском районе на старт вышли те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, но молод душой и поддерживает свое здоровье. Там прошла восьмая спартакиада ветеранов. В ней приняли участие 22 сборные команды. Это представители первичных ветеранских организаций, городских и сельских поселений. Однако бабушками и дедушками этих участников соревнований точно не назовешь. Их энергичности и стремлению к победе позавидует любой спортсмен. Это готова подтвердить и Дарья Яготинцева. Перед стартом смотр строя и песни команд участниц, как в школьные годы. Программа самой спартакиады на любой вкус. Для Римы Жабской баскетбол – один из любимых видов спорта. Она играет в него всю свою сознательную жизнь. И останавливаться не планирует. И хотя на пенсии мне уже 68, но все равно я утром тут раз-раз играю. Так что спорт всегда с собой. И он помогает жить. Ну трое внуков, это же помогает же. Так что я очень рада, что все это придумали. Потому что человек делается молодой душой. Я, например, забываю сколько мне лет. Мне 14 сейчас. Я беру мяч и я бросаю, как в 64-м году. А вот Прасковья Терентьевна в свои 77 лет, хоть и не может уже участвовать в соревнованиях по состоянию здоровья, но все же пришла поддержать свою команду и вдохновить на победы. Душа наша здесь, с нашей командой, с нашими спортсменами. И поэтому неважно, кто из нас старше, а кто моложе. Все мы пенсионеры. Но мы бодры. И двигаться можем. Ну прямо как пионеры. Одновременно в Короче проходил зональный этап соревнований среди волейбольных команд ветеранов. Спортсменам из Короче удалось дважды победить гостей из Нового Оскола и Села Красного. В спортивной игровой стафете веселый старт и ветераны также показали настоящий класс. Здесь важны не только дружные команды рвения к победе, но и любовь к спорту. Для нас очень большой праздник, когда мы вот так вот собрались все. У нас нет молодых и все. Мы сами душой молодые. Показать свою молодость, что ты молодая, озарная, красивая. Себе показать, на людей посмотреть. Вот и все. И чтобы вырыть. В результате в общекомандном зачете абсолютными победителями спортакиады стали хозяева площадок. Ветераны из Короче. Второе место заняли спортсмены из Алексеевского сельского поселения, а бронзу завоевали жители села Поповка. Но победителей все же было больше. Каждый участник как пример того, что жить спортом здорово. И не важно, сколько тебе лет. Дарья Гатинцева, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Ну а сейчас наша рубрика «Ретро новости». 18 сентября в сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы Мира Белогория. В 2007 году правительством Долгородской области была разработана кластерная концепция обустройства сельских территорий. Стандарт включал в себя детский сад, школу, медпункт, досуговое учреждение, спортивный объект, баню и библиотеку. Что уже есть, а чего не хватает, должна была показать паспортизация поселений, стартовавшая в сентябре 2007-го. В 2008 году в Губке не была утверждена программа развития сети общественного питания и проведен конкурс профмастерства среди официантов. Правила сервировки, знания истории блюд, вежливость к посетителям были стандартными требованиями. А кроме этого выбирали самого обаятельного, остроумного и находчивого официанта. 18 сентября 2009 года на Белгородчине впервые проходил финал всероссийского слета военно-патриотических клубов ЦФО «Армия. Родина. Долг». В нем участвовали 400 юношей и девушек из 18 регионов. Местом проведения стала база воинской части «Белгород-22». 18 сентября 2012 года в Маслово-Пристанском поселении Шебекинского района открылась уже вторая эко-деревня «Коринские родники». В Белгородской области взялись за возрождение традиций поместьй. Был создан сайт «Родники Белогорья» в помощь каждому, кто захочет взять землю для этой цели. 18 сентября 2013 года был презентован новый областной молодежный журнал «Ананас». Бесплатное издание позиционировалось как антигламурное. С тех пор «Ананас» выходит ежемесячно. Его можно выписать, купить или найти в учебных заведениях области, в учреждениях культуры, кинотеатрах и кафе. 18 сентября 2017 года обл. Сберкум вручил Евгению Савченко удостоверение об избрании губернатором Белгородской области. За него проголосовало почти 70% избирателей, при явке почти 55%. Белгородцы в пятый раз подтвердили свое доверие главе региона. Это были Ретро Новости. Подписывайтесь на еженедельную рассылку от нашей телерадиокомпании. Самые важные и интересные новости, программы, мастер-классы, афиши событий, музыкальные подборки за прошедшую неделю вы получите от нас в утренней почте по пятницам, под кофе. Читайте и смотрите, и вы точно ничего не пропустите. Далее афиши и блог «Полезная информация» сразу после, смотрите программу и так далее. Эксклюзивное интервью автору и ведущей Ирине Смагиной дал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Что значит быть жадным до творчества, узнаем через несколько минут. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова